В 2015 году человечество установило для себя высокую планку. К 2030 году достичь 17 целей устойчивого развития, выработанных Генеральной Ассамблеей ООН. Половина пути уже пройдена. Опыт прошедших лет показывает, что цели могут быть достигнуты только совместными усилиями правительства, бизнеса и общества. При этом роль бизнеса важна как никогда. Понимая это, еще в 1999 году Генеральный секретарь Кофи Аннон призвал компании присоединиться к инициативе под названием «Глобальный договор», чтобы выстраивать бизнес-процессы на принципах соблюдения прав человека, этичных трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Выполнение повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года возможно только при взаимодействии и партнерстве государства, гражданского общества и бизнеса. В ООН мы убеждены, что локомотивом достижения цели устойчивого развития может и должен выступать бизнес. Ключевую роль в этом процессе играет глобальный договор, а история глобального договора в Беларуси началась уже в 26-м году. Мы очень рады, что белорусские компании продолжают свою работу как часть этого движения, которое объединяет сегодня уже 179 стран мира. Мы видим потенциал для дальнейшего развития сотрудничества и партнерства в Беларуси, потому что ответственный бизнес – это всегда инновации, инклюзивность и социальные ценности для всего общества. Сегодня сеть глобального договора в Беларуси является платформой, объединяющей бизнес-лидеров в сфере корпоративной устойчивости и социальной ответственности. Среди участников сети – банки, мобильные операторы, IT-компании, промышленники, транспортники и многие другие. Со своей стороны мы стараемся проводить многие мероприятия как онлайн, так и офлайн, которые помогают нашим участникам повысить их компетенции по таким направлениям, как корпоративная устойчивость, социальная ответственность, подготовка нефинансовой отчетности, ежи-трансформация, инклюзия, гендерное равенство и многие другие тематики. Присоединиться к глобальному договору может любая компания Беларуси. Для этого нужно зайти на сайт и посмотреть подробную инструкцию о том, как это сделать. Также мы с удовольствием всех вас проконсультируем. ЮНИСЕФ Беларуси активно сотрудничает с бизнесом. Мы гордимся партнерством с компанией МТС, участником глобального договора ООН. Вместе мы работаем над превотвращением кибербуллинга, чтобы сделать интернет безопасным для детей. Я уверен, что бизнес способен изменить жизнь детей к лучшему через экспертизу и технологии, инвестиции в социальные проекты, повышение осведомленности, а также помощи детям в чрезвычайных ситуациях. Интегрируя права детей в свои проекты, компании помогают устойчивому развитию, а также создают преимущества для своего бизнеса. Сегодняшние девочки и мальчики – это потребители, это члены семей ваших сотрудников, и это будущие руководители. От того, что мы сделаем для них сегодня, зависит наше с вами будущее. МТС является членом локальной сети глобального договора ООН с 2007 года. И уже на протяжении 15 лет интегрирует идеи и ценности этой инициативы в свои бизнес-задачи и корпоративную культуру. Мы реализуем различные социальные проекты и поддерживаем инициативы, направленные на достижение целей устойчивого развития. Особое внимание компания уделяет заботе о потребителе, своих сотрудниках. Также мы поддерживаем различные культурные, спортивные и другие общественно значимые события. В частности, на протяжении нескольких лет компания МТС сотрудничает с детским фондом ООН-ЮНИСЕФ в Беларуси. Вместе мы реализуем компанию по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков «Интернет без буллинга». Еще одна инициатива ЮНИСЕФ, которую мы поддерживаем – проект «Move for Good», направленный на поддержку развития инклюзии в образовании. Для компании МТС КСО и социальные проекты – это долгосрочные инвестиции, которые работают на имидж компании, создают устойчивость для бизнеса и дают возможность влиять на изменения социальной среды. Беларусьбанк уже более пяти лет является членом сети глобального договора ООН. Мы реализуем целый ряд проектов в сфере социальной и корпоративной ответственности, каждый из которых для нас важен. При этом для нас важно, чтобы каждый проект был не просто разовым, а это была системная, постоянная работа, а проекты приобретали самостоятельность. Основной принцип, который мы используем при проведении политики корпоративно-социальной ответственности – это системность. И в стратегии 2023 года банком заложена его трансформация на ESG-принципах. Мы выбрали приоритетное направление в своей деятельности и руководствуемся теми целями, в достижении которых мы можем быть наиболее эффективны. Уменьшение нагрузки на окружающую среду является неотъемлемой частью деятельности каждого участника рынка и обязательной частью политики ЗАО МЗБН. Мы понимаем, что наиболее эффективным способом защиты окружающей среды является раздельный сбор отходов с целью последующей передачи их на переработку. И мы здесь достигли определенных результатов. Из 46 наименований отходов – 28, а это 65% – мы собираем и последующим передаем на переработку. За два последних года мы провели большую работу по созданию новой бутылки для питьевой воды. В итоге мы смогли снизить вес бутылки для питьевой воды примерно на 18-29% для разных форматов. Это существенные цифры. К примеру, на миллион такой выпущенной бутылки экономия пластика составит около 4,7 тонн. Но мы знаем, что это не предел, и как участник сети глобального договора мы продолжим свою деятельность, соблюдая основные принципы устойчивого развития. Белорусский металлургический завод присоединился к сети глобального договора в 2008 году. Ценности БМЗ ориентированы на защиту окружающей среды, энергоэффективность, развитие местной экономики, поддержку здоровья и безопасности персонала. Благодаря БМЗ в городе Жлобин выросли новые жилые микрорайоны, школы, детские сады, детское отделение и хирургический корпус центральной районной больницы, физкультурно-оздоровительный комплекс и многое другое. Белорусский металлургический завод понимает, что от социально-экономической стабильности в Жлобинском районе зависит долгосрочная стабильность бизнеса. Помогая региону, БМЗ получает возможность реализовывать новые проекты. Устойчивое развитие региона является важнейшей составляющей стратегии развития завода. Для Фонда ООН в области народонаселения платформа действий по гендерному равенству – это возможность дать бизнесу умения и навыки использовать потенциал каждого своего сотрудника, делая свою работу наиболее эффективной. Нашей миссией является содействие обеспечению демографической устойчивости, что включает в себя репродуктивное здоровье и равенство мужчин и женщин. Совместно с бизнес-партнерами UNFPA реализует инициативу компании «Дружественные родителям». К этой инициативе в Беларуси присоединился уже целый ряд бизнес-партнеров Фонда ООН в области народонаселения. Инициатива направлена на поддержку сотрудников родителей, на поддержку тех сотрудников, которые находятся в отпуске по уходу за детьми, на популяризацию вовлеченного отцовства, на обеспечение принципов гендерного равенства, на соблюдение баланса труда и отдыха. И в целом на создание условий, которые позволяют не выбирать между семьей и работой, а гармонично совмещают заботу о семье и о детях со своим профессиональным развитием. И в целом тема равенства в бизнес-среде – это понятие достаточно широкое и не ограничивается вовлечением женщин в управлением компании. Она включает в себя создание равных возможностей для людей с инвалидностью, снижение уровня дискриминации по отношению к людям старшего возраста, противодействие домашнему насилию и поддержку родителей с детьми на рабочих местах. Важен каждый, важна каждая. Софтека является участником глобального договора ООН. За 14 лет работы наша компания приобрела статус международный с клиентами более чем из 20 стран мира. Этика ведения бизнеса, ответственное отношение к сотрудникам, клиентам, партнерам и обществу – это основа нашей корпоративной политики. Мы с радостью стали пилотной компанией инициативы ЮНФПА, компанией, дружественные родителям. И сегодня адаптируем лучший международный опыт, чтобы сотрудники, родители могли успешно совмещать профессиональные и родительские обязанности. Объединяя ценности сотрудников и компании, мы делаем людей счастливее. Одно из задач текущего периода состоит в расширении перечня участников глобального договора, проведении большего количества публичных мероприятий, семинаров, для того, чтобы узнаваемость бренда глобального договора стала посеместной. Надеюсь, что совместными усилиями всех участников глобального договора, как крупных промышленных предприятий, так и малого и среднего бизнеса, мы достигнем соответствующего результата и цели устойчивого развития станут для нас жизненно необходимыми во всех областях. Дорогу осилит идущий.